10 ноября 1996 года состоялся второй чемпионат мира по валитуду. Турнир, на котором были собраны 8 бойцов разных школ и стилей, и они должны были выяснить, чье же кунг-фу является сильнейшим. В их числе нашлось место и молодому Педро Скале Хизу, который в свое время считался одним из самых опасных нокаутеров UFC, но при этом так и не смог стать чемпионом, хотя аж трижды дрался за пояс. Первый поединок вечера и у нас сразу классика. Встреча бойца Муайта и Киса Беземса, имеющего рекорд 1-1, и Вернона Уайта, который представлял стиль сабмишн-файтинг и зал Кена Шемрока, а также являлся самым опытным бойцом турнира, так как за его плечами уже было 8 побед и аж 16 поражений. Как только начинается бой, Кис выписывает Уайту пару лещей и сразу летит на канвас. Он закрывает гард и наносит удары в голову соперника, который в свою очередь задумал кое-что провернуть с кормящей ногой тайбоксера. На третьей минуте Вернон доводит сабмишн до конца и выигрывает поединок скручиванием пятки, тем самым становясь первым полуфиналистом турнира, потратив на все про все чуть более двух минут. Второй бой, и на ринге появляется самбист из Одессы Юрий Оленицкий, для которого это был дебют на подобных турнирах. А у него в соперниках немец Юберт Намрич, который представлял тайский бокс, и если я правильно понял комментатора, он являлся чемпионом мира по своей дисциплине. Оленицкий моментально бросает немца на канвас и занимает фулл маунт, так что дела второго по-настоящему плохи. Почти не встречая сопротивления, Юрий проводит рычаг локтя и забирает победу, потратив всего навсего 25 секунд времени. Вторая подряд полная капитуляция тайского бокса и Оленицкий в полуфинале турнира. Теперь пришло время для бойца, который впоследствии получил мировую известность. Речь конечно о молодом 22-летнем Педро Хизу, который представлял школу Хуас Валетудо. При этом за две недели до этого турнира он провел свой дебютный поединок, который выиграл досрочно, а также годом ранее он дрался по кикбоксингу, но тот бой он проиграл. Первым, кто угодил под каток бразильца на этом турнире, стал 31-летний неизвестный каратист Николас Хилл. Как только бой начинается, Педро входит в клинч и переводит Николаса в партер, где из бокового контроля разбивает соперника головой, прямо в духе того времени и настоящих боев без правил. После грамотной работы головой, Педро решил дать волю и своим рукам. Он нанес два жестких удара в голову и Николас постучал в знак сдачи. Не прошло и двух минут, а у нас уже известен третий полуфиналист, коим стал Педро Скала Хизу. В последнем поединке первой стадии на ринг вышел еще один самбист, правда из Америки, который побеждал на первом чемпионате мира по Валетудо. Его имя Ричард Хёрд по прозвищу Ред. У него в соперниках бельгиец и еще один представитель тайского бокса Майкл Тилрой, который в своем послужном списке имел одну победу и одно поражение. Майкл начинает бой с фронткика, но спустя пару секунд уже оказывается на спине, а Ричард занимает сайд-контроль. Тилрой, попав под жесткую бомбардировку от Реда, отдает спину, и его судьба была решена. Это был еще один минутный финиш от чемпиона первого турнира Ричарда Хёрда, и уже третье разгромное поражение тайского бокса как стиля. Таким образом, полуфинальные пары были сформированы. Первыми за место в финале сразились Вернан Уайт и Юрий Оленицкий, каждый из которых уже успел устранить по одному тайбоксеру. Начался поединок с обменом киками и броском от Юрия, после чего Одессит попытался провести ущемление Хилла, и бойцы слетели с ринга. Как только бой возобновился, Вернан залепил жесткий хайкик и пошел добивать поплывшего соперника. Рейфери решил, что пора останавливать бой и вмешался. Хотя, как по мне, по тем суровым временам и правилам, остановка слишком уж какая-то ранняя, и похоже Юрий посчитал точно так же. Но так или иначе, первый финалист уже известен, им стал Вернан Уайт. Во втором полуфинале должны были сойти с Педро Хизо и Ричард Хёрд, но, как я понял, второй получил травму, и ему на замену вышел Майкл Телрой, который как раз таки и проиграл поединок Ричарду. Моментальный перевод на канвас от Хизо и Американо, которая приносит ему победу уже на 18-й секунде поединка. Так что, таким образом, у нас имеются два финалиста, Вернан Уайт и Педро Хизо, который при этом все бои заканчивал в партере и практически не показал свою стойку и лоу-кики, являющиеся одним из самых грозных орудий бразильского нокаутера. Бой начался очень неспешно, бойцы пристреливались одиночными ударами и не пытались перевести бой на канвас, решив на этот раз разобраться в стойке. Вот тут-то мы наконец-то и увидели те самые хваленые лоу-кики Педро. Уайт, приняв пару таких ударов, решил держаться от бразильца подальше, сдерживая того фронтами, так как каждый лоу ударил ему просто море незабываемых эмоций и ощущений. На седьмой минуте Педро уронил Уайта и пробил сокер-кик, который, кстати, пришелся куда-то в область затылка. После этого удара бой был окончен и Педро стал чемпионом второго чемпионата мира по валютуду, а через два месяца он вернулся на третий турнир и, выиграв там один бой, перешел в UFC, где выступал долгие пять лет, но за это время он так и не сумел стать чемпионом организации. Также стоит отметить, что на том же турнире в супербою сражался наставник Педро Марко Хуас против еще одного пионера ММА Олега Токтарова. Спустя время Олег рассказывал, что за тот бой ему заплатили двойной гонорар, чтобы он не переводил Хуаса в партер на протяжении 29 минут и дрался с ним в стойке. Потому в этом бою Олег нахватал приличное количество ударов и к концу поединка все его лицо было в крови. Поединок продлился 31 минуту и завершился ничьей, так как судей на турнире еще не было и выиграть можно было только досрочно. Вот таким получился второй чемпионат мира по валютуду с участием Педро Хизу. Если вам понравился ролик и хотите еще больше таких турниров, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А также приглашаю вас в мой инстаграм, в котором я рассказываю про всех чемпионов UFC по порядку. Плюс ко всему, именно там я делюсь анонсами о предстоящих видео. Но еще есть рубрика нокауты и сабмишены, которые я тоже там публикую. Так что переходите и подписывайтесь, ссылка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok